Цветущий берег Карского моря, жизнь его обитателей и романтическую красоту новой земли. Теперь можно увидеть в 36 живописных и графических работах. В Нининском краеведческом музее открылась выставка работ самого незаурядного художника Севера – Тыковылки. Суровую красоту Арктики глазами художника удалось увидеть и нашей съемочной группе. На выставке «Сын полярной звезды» представлено 4 художественные серии. Это природа и повседневная жизнь на острове Новая Земля, рыбалка и морской промысел. Есть серия, посвященная одному из друзей Тыковылки. Как напишет в своем дневнике о картинах мастера, художник и писатель Степан Писахов, в них удивительно сочетается детская неумелость и сила, полнозвучие и утонченность европейских мастеров. Откуда у него это? Он слишком самообытен своим природным чутьем. Тыка сам найдет свою дорогу. Он сможет показать новую землю такой, какой мы, приезжие, ее никогда не увидим. Возможность увидеть творчество Тыковылки появилась у всех жителей округа. Благодаря совместному проекту Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» и Ненецкого краеведческого музея. «Надо сказать, что такая персональная выставка или конституция Тыковылки не была у нас уже больше 30 лет. И поэтому мы очень рады сегодня, что именно эту выставку мы презентуем по прошествии такого количества времени». Творческое наследие Тыковылки невелико. Его работы 20-х-40-х годов за небольшим исключением не дошли до нас. На этой выставке представлены картины, написанные в 50-е годы, когда он жил уже в Архангельске. Все они наполнены ностальгией по родине и стремлением поделиться воспоминаниями. Ведь в 50-х годах на Новой Земле началось возведение ядерного полигона. Все Ненецкое население выселялось с острова. Тыковылка с семьей по распоряжению партии одним из первых перебрался в Архангельск. Он с грустью покидал Новую Землю и до последних дней мечтал увидеть родные места. Места, где он долгое время работал председателем Островного совета, был проводником экспедиции Русанова и картографом своего родного края. «Люди его знают как научного исследователя острова Новой Земля. Ведь известно как исторический факт, что он самостоятельно ездил на северную сторону Новой Земли, которая наиболее суровая, и редко люди туда ездили. И он обследовал эту землю и нанес на карту все берега, изгибы. И в последующем, когда полярные исследователи ездили по этим местам и снимали на карту уже современными способами очертания берегов, они удивлялись, какой такой точностью, имея на руках только один компас, который с сильной морозы замерзал у Тыковылки, не мог работать, он согревал его своим дыханием. А все-таки Тыковылка умудрился такой труд большой совершить». Новая Земля, как писал ее Вылка, представляет перед нами прекрасным островом, обильным зверем и рыбой, где на просторе живут меткие охотники, удачливые рыбаки, где много всяческих красов и нет места бедам и страданиям. Увидеть эту суровую красоту глазами великого художника теперь может каждый житель округа. Выставка «Сын полярной звезды» будет работать по 27 февраля. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».